Магадан В Магаданской областной юношеской библиотеке проходит выставка «Книга года». Проводят её ежегодно. Организация представила около 700 книг различных издательств – Эксмо, АСТ, Самокат и многие другие. Любители художественной литературы смогут найти в библиотеке книги на любой вкус – русская и зарубежная классика, детективы, приключения, фантастика и фэнтези. Мы постарались собрать для вас самые яркие новинки 2021 года. Вы – это современные авторы, которые стали лауреатами международных и вообще крупных литературных премий. Наша библиотека в первую очередь юношеская, поэтому наша главная аудитория – это молодёжь. И мы, конечно же, стараемся подбирать самые интересные книги, исходя из предпочтений современной молодёжи. Однако не только молодёжь может погрузиться в книжный мир. Для детей в библиотеке представлены собрания сочинений с красивыми иллюстрациями. Кроме того, есть и более информационная литература. У нас представлены книги всех отраслей знаний. Это право, это психология, философия, религия и многое другое. Приходите к нам, будет интересно, почитаем вместе. Посетить экспозицию можно в областной юношеской библиотеке по адресу Шандара Шимича, 20 до 1 апреля. Выставка работает ежедневно с 12 часов дня. В Центре дополнительного образования «Дельвиз» представили развлекательную программу «Девичьи секреты». Приурочили её к празднованию Международного женского дня. Для девочек воспитанниц Центра провели различные конкурсы. Все конкурсы будут разные, интеллектуальные, конкурс дефиле, конкурс рисования, чтобы девочкам было интересно. Праздник в этот день посетили около 15 девочек возрастом от 7 до 10 лет. В законную силу вступил закон о бесплатном предоставлении собственность граждан, имеющих трёх и более детей земельных участков на территории Магаданской области. Изменился порядок выбора земельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно. Граждане, желающие приобрести в собственность бесплатный земельный участок, должны подать заявку в течение 30 календарных дней со дня опубликования перечня земельных участков. Также заявку можно подать сразу на несколько земельных участков, включенных в перечень. Заявка «Согласие» подаётся в письменной форме и предоставляется в орган местного самоуправления САТЭК мэрии города Магадана. Субтитры создавал DimaTorzok